Своевременная проверка газового оборудования гарантий не только вашей безопасности, но и всех жильцов дома, в котором вы живете. Казалось бы, простая и понятная истина. Вот только почему-то некоторые жители области об этом забывают. И даже оплачивая все квитанции, не хотят пускать газовиков в свои квартиры. К сожалению, последствия такого, казалось бы, безобидного поступка могут быть трагичными. Ответственность за безопасное пользование газом возложена на собственника газового оборудования. Именно собственник должен обеспечить техническое обслуживание и ремонт газовых приборов. При отсутствии договора на техническое обслуживание специализированная организация вправе отключить газовое оборудование. Отключение газоснабжения за отсутствие договора – мера крайняя. Но безопасность жителей области важнее. На территории Костромской области и вообще заниматься техническим обслуживанием могут специализированные организации, уведомившие Государственную жилищную инспекцию Костромской области о данном виде деятельности. То есть на сайте Государственной жилищной инспекции можно ознакомиться с перечнем организаций специализированных, которые на территории Костромской области выполняют техническое обслуживание и ремонт газового оборудования. Одним из условий поставки газа является наличие договора о техническом обслуживании. Договор на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования должен заключать собственник либо пользователь помещением на квартирном доме. На договор на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования заключает правящая компания, товарищи со собственниками жилья и так далее. То есть лица, которые осуществляют управлением на квартирном доме. Ответственность за содержание и безопасную эксплуатацию газового оборудования несет собственник. Договор должен заключать вот либо собственник, либо пользователь. Соответственно если кто-то, есть ответственное лицо в квартире, должно быть ответственное лицо, которое проходит инструктажи при первичном пуске газа. И вот это лицо, если допускает для пользования газовым оборудованием своих жильцов, своих родных, близких или каких-то пользователей, как вы говорите, то тогда он должен перед этим проинструктировать это лицо о правилах пользования газовыми приборами и действиях в аварийных ситуациях. Если договор отсутствует, то поставщик газа имеет право, во-первых, приостановить поставку газа. Во-вторых, за отсутствие договора предусмотрен административный штраф. Если есть возможность, доступ, то отключаются. Либо там, если это частный дом, то дом, если это квартира, соответственно газового оборудования в квартире. Техническое обслуживание проводится специализированной организацией, с которой собственник заключил договор. Проводится оно не реже одного раза в год. То есть, если собственник заключил договор с нашей организацией, то у нас ежегодно формируются графики, годовые, квартальные и месячные. Данные графики размещены на нашем официальном сайте. С ними можно ознакомиться. Кроме этого, наше общество заблаговременно уведомляет всех заказчиков о дате проведения технического обслуживания через квитанции поставщика газа. То есть, жителям необходимо смотреть все-таки в квитанции, которые приходят. Там может быть нужная информация. То есть, в квитанциях. Ну и также развешиваются объявления на местах общего доступа. В основном, это на квартирных домах. По частному сектору мы стараемся направлять смс-оповещения. Потому что там сложно повесить в местах общего доступа объявления. Их мало кто видит и так далее. Кроме того, объявления, которые мы развешиваем в местах общего доступа, бывает их срывают жители, может быть дети и так далее. Поэтому лучше ознакомиться, если у вас давно, ну ознакомиться с графиком, который на сайте размещены. Если вы знаете, что у вас давно техническое обслуживание не проводилось, то необходимо подать заявку в «Газпром», «Газпром» и «Газпрома», позвонить и самостоятельно подать на удобную дату и время проведения технического обслуживания. На самом деле есть регламент действий. То есть наше общество в соответствии с утвержденными правилами направляет дальше собственнику заказного письма. В этом заказном письме мы назначаем следующую дату выхода. В каждом нашем уведомлении, письме, оповещении везде предлагается жителям, если им неудобно наша назначена дата и время, сообщить нам удобную для него дату и время проведения технического обслуживания. Соответственно, если уже когда мы письмо направили заказное и вновь не попали для проведения технического обслуживания, мы направляем повторно заказное письмо, в котором уже предлагается жильцам самостоятельно подать заявку на проведение технического обслуживания. После этого, если все-таки не проведено техническое обслуживание, то есть составляются акты об отказе в допуске, и эта информация передается в Государственную жилищную инспекцию, в органы прокуратуры передаем. Ну и кроме этого, в настоящее время вышли, с этого года вступили в действие новое противопожарное правило в Российской Федерации. Так вот, в соответствии с этими правилами запрещается пользоваться газовым оборудованием, если у него не проведено техническое обслуживание. И за непроведенное техническое обслуживание, за не обеспечение доступа, вообще кодексом административных правонарушений предусмотрен административный штраф. Процедура, которая прописана в правилах, утвержденных постановлением правительства номер 410, она довольно-таки длительная процедура получается. То есть, где-то в течение полугода мы должны направить эти два письма, может быть, чуть больше. Вообще, если у нас техническое обслуживание раз в год, соответственно, уведомления должны быть в течение года получены и обеспечены доступ. Но, опять же, необходимо обратить внимание на то, что тут могут смещаться сроки проведения технического обслуживания и так далее. Поэтому нужно своевременно обеспечивать доступ для проведения технического обслуживания. При техническом обслуживании выполняются те мероприятия, которые способствовали безопасной эксплуатации этого газового оборудования. То есть, проверяются различные соединения непосредственно внутри газоиспользующего оборудования, газопроводов и так далее. Соединения на плотность проверяются, нет ли утечки газа. Потом проверяется работоспособность автоматики безопасности, которая установлена на газоиспользующем оборудовании и предусмотрена заводом-изготовителем. То есть, проверяется наличие тяги в дымовых и вентиляционных каналах. Проводится инструктаж по безопасному использованию газового оборудования и действиях в аварийных ситуациях. То есть, выполняются как раз те мероприятия, которые способствовали бы безопасной эксплуатации этого оборудования. Но эксплуатировать безопасно и отвечать за состояние своего газового оборудования, все-таки обязанность возложена на собственника, на пользователя газового оборудования. Хотелось бы все-таки напомнить жителям, гражданам нашим, что необходимо соблюдать правила безопасности использования газа в быту. То есть, наши сотрудники при проведении технического обслуживания оставляют всем памятку, ну и точнее инструкцию по безопасному использованию газового быту. Хотелось бы, чтобы люди все-таки, хоть она довольно-таки, конечно, мелким шрифтом написана, но все-таки ознакомились с ней. И так как вот я уже сказал, что у нас сейчас опять происходят случаи отравления угарным газом, в основном это все связано с нарушением воздухообмена в квартирах. То есть, гражданами не обеспечивается приток воздуха в квартиру, соответственно, нарушается работа вентиляционных каналов и дымоходов. Поэтому хочу предостеречь и напомнить о том, что при пользовании газового оборудования необходимо обеспечивать приток воздуха. Необходимо проверять тягу перед использованием газового оборудования, которое с открытой камерой сгорания, таких как газовые колонки, газовые котлы. Мы, сотрудники нашей организации, когда проводят техническое обслуживание, они проверяют тягу как при открытых окнах, так и при закрытых окнах. И кроме этого, если в квартире имеются электромеханические побудители удаления воздуха, то есть, например, такие как вытяжки, установленные вентканал в ванной комнате, либо на кухне, вытяжки над газовой плитой, то есть, вот проверяются еще и при включенной вытяжке. И в случае, если выявляются случаи, когда отсутствует тяга, то есть, у нас принимаются меры по отключению, по приостановлению газоснабжения в эту квартиру. Это связано, конечно, с тем, чтобы в первую очередь обезопасить граждан несчастных случаев. Поэтому хотелось бы, чтобы люди относились к этому нормально. То есть, мы не делаем им хуже, а у нас есть прямая обязанность обеспечить приостановку газоснабжения. Поэтому, если нам не дают отключать уже непосредственно газоиспользовательное оборудование в квартире, к сожалению, нам приходится применять меры и отключать газовый стояк или в целом дом от газоснабжения. Таким образом, конечно, страдают и другие жильцы этого дома. Не хотелось бы, конечно, таких случаев. Поэтому, если выявлены какие-то неисправности, которые нас, как исполнители, обязывают отключать газовый оборудование, необходимо не препятствовать этому, а отключить, выполнить те мероприятия, которые слесарем озвучены. Что-то может приобрести, какую-то деталь, заменить, устранить. И после этого спокойно уже газоснабжение будет восстановлено. Таким образом, все будут в безопасности. Управляющие компании, когда проверяют техническое обслуживание, они должны у граждан на квартирных домах проверять вентиляционные каналы дымохода три раза в год. Это перед отопительным сезоном, во время отопительного сезона и по окончанию отопительного сезона. При проверке они должны проверять состояние и функционирование этих вентиляционных каналов. Есть требования к работникам и специализированным организациям, которые осуществляют техническое обслуживание. Эти требования прописаны в разделе 10 правил, утвержденных постановленных правительствователей номер 410. Углубляться, я думаю, тут не стоит. Да, действительно, персонал должен быть обучен, аттестован, организация должна иметь материально-техническую базу. Кроме этого, специализированные организации должны заключать договор на аварийно-техническое обеспечение с газораспределительной организацией. Поэтому, если люди заключают договор на техническое обслуживание не с «Газпром», газораспределительной организацией, то необходимо проверить, имеется ли у этой организации, уточнить у них, имеется ли договор на аварийно-техническое обеспечение. Потому что аварийно-техническое обеспечение на территории Косомской области осуществляет акционерное общество «Газпром», «Газораспределительная Кострома». Ремонт газового оборудования, во-первых, должен выполняться по заявке граждан, то по мере необходимости. Самостоятельно ремонтировать газовое оборудование запрещается. Самостоятельно устанавливать, подключать газовое оборудование запрещается. Это должен делать специалист. И кроме этого, замена газового оборудования должна осуществляться в рамках договора на техническое обслуживание. То есть, если договор заключен, например, с нашей организацией, то и замену газового оборудования должен производить наша организация.